Наконец-то у меня походная и я поехала куда? Естественно, по ближайке к воде. Сегодня мы во Флорианополисе. Что есть во Флорианополисе и чем он знаменит? Ну, чтобы вообще просто вам объяснить, это такой Крым в Бразилии. Остров довольно крупный по территории, полностью везде окружен водой. Он считается одним как бы городом. Он довольно тихий, довольно мирный. Только торгаши что-то орут. Главная достопримечательность Флорианополиса, почему сюда все ломятся поколобно, это его пляжи. Там какая-то гора легенд, что с одной точки зрения этих пляжей 42, с другой точки зрения их 100. Никто точно в этом не уверен, все об этом спорят. Но это не важно. Сейчас мы в старом городе и вот так зарождалась жизнь во Флорипе. Вот так когда-то выглядели основные здания в городе. Вообще город очень симпатичный, очень милый, очень уютный и очень такой, знаете, чистый, тихий. Мы сейчас находимся на самой шумной улице. А уже через несколько часов здесь не будет вообще ни... Вон! Вон! Балун, балун, балун! Купи балун! А это старый главный центральный рынок. Что-то там, наркада, бублику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напоминаю, сейчас зима и самое несезонное время. Вот так у людей выглядит несезон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для примера по ценам год передки. Размером почти свою ладонь 50 риалов килограмм. Ну, 800 рублей за кило. И лосось те же примерно 800 рублей за килограмм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Курс по выбору рыбы Лобстер, ребята Почем осьминоги? Осьминоги 800 рублей за кило всего Я не люблю морепродукты особенно Но сейчас люблю, кажется В Ларианополе входит в десятку лучших мест в мире Для проведения времени Когда ты на пенсии Сейчас в городе зима, поэтому тут только местные Народа совсем мало Когда придет лето, количество людей в городе увеличится Ваат, я не знаю сколько раз Тогда здесь, конечно, проще свихнуться Потому что дорог никаких толком нет Тем не менее, город утопает в зелени Огромное количество заповедников, пляжей Он хорош для всяких трекингов Если посмотреть на него сверху То можно просто удивиться А, собственно, люди вошли в остров И прямо куда вошли, там и поселились Поэтому центр Он скорее вот прям тут вот На пороге острова А все, что дальше туда, это такие периферии Где просто там, я не знаю Один сельский магазин, который работает До 6 вечера и все Но зато пляж, зато природа Мне нравится в Ларианополе тем, что здесь спокойно Тем, что здесь я совершенно спокойно мог гуглить С камерой и телефоном Здесь значительно чисто Кстати, в Ларианополе Преимущественно сюда приезжали немцы Поэтому, тут вообще темнокожие встретишь Очень редко, кстати Такая белая-белая-белая Бразилия Помните, вот эту традицию Про то, что не идешь мимо прилавков И они что-то кричат Присывают себе купить Вот в Бразилии все еще это живо И люди реально уверены, что это помогает продажам Ну раз они все это используют, значит помогает Я пару раз видела просто, что стоит реально мужик с микрофоном Типа, у нас лучшие утюги А сейчас я покажу вам самый красивый вид, который существует Сверху на Флорианополис Это смотровая площадка, самая высокая точка города Но представьте себе смотровую площадку в любом городе В туристическом, где бы вы были Что было на той смотровой площадке? Кафе, рестораны, шарики, шашлыки, все что угодно Что есть здесь? И это тот момент, когда я радуюсь бразильской лене И вот это их крутое свойство Отсутствие жажды наживы Никакой освещенности При этом мне сказали, что как только начнет садиться солнце Где-то примерно к пяти часам Лучше отсюда делать ноги Потому что здесь уже становится небезопасно Но при этом дух захватывает Красота, конечно И больше это место используется как ТВ, радио, электростанция города Да Поэтому светлое время Суток люди приходят Несколько горсточек туристов Пришла сфоткать горизонт Собственно, все Но воздух здесь отличный Чуваки, сейчас будет красивущая съемка Красивущего заката Ну посмотрите, какой ценой Я похожа на терминатора От меня бразильцы в стороны разбегаются Но ничего Не Iowa Мост на реконструкции, который откроете в декабре До реконструкции В ночи Фонариков Он вообще выглядит супер И был главной сопримечательностью города Господи, наконец-то я увижу закат в Бразилии У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Если тротуар будет сужаться, продолжать. Так выглядит Бейрамар во Флорианополисе прекрасно. Бейрамар очень просто. Это проезжая часть в городе, которая идет вдоль воды. Купаться тут нельзя, но продолжать сидеть, смотреть на закаты и наслаждаться воздухом можно. В честь того, что сейчас праздники и выходные, тут, конечно, куча всякого всячины происходит. Устойчивый такой крепенький запах глинтвейна стоит в воздухе. Только поживя в Бразилии, я начала понимать, почему бразильцы так с ума сходят по закатам. Они так обожают. Для них это прям мероприятие. Каждый раз они их фотографируют. В Рио и во многих городах также есть традиция, что во время заката, в момент, когда солнце исчезает, всем нужно начать аплодировать, и они действительно это делают. Все обуславливается высотой их, да, и то, что в черте города, особенно если ты живешь в центре, особенно если ты живешь в каком-нибудь Сан-Паулу, вообще, проще говоря, ты солнца не видишь. Ну, если ты только не живешь в сельской местности или в каком-нибудь городе, где есть вот такой вот доступ к водичке. Поэтому сейчас стоим в хаме и волнительно смотрим за кадром. Значит, и Лорианополис точно так же прекрасен, особенно своими старыми районами, где когда-то жили рыбаки. Здесь, ну, вы видите, безумно классно вот эта колониальная архитектура, и все такое аккуратненькое, все такое бережется все еще для туристов. И поэтому сюда хочется приходить. Здесь прекрасная морская кухня, когда тепло, тут куча всяких устриц. Ну, а сейчас, я даже не знаю, типа зима, поэтому устриц никаких нет, но есть различная рыбешка, можно что-нибудь найти. Ну, как тут уютно, как тут мило! И музыка вот тебе, и вот эти наивные флажочки, все такое красивое, домашнее. Санто Антонио, Лисбоа. Форум, Канцедидас, аz-примира з-с-май-ряс-мар-иас, Дэста-тера, ау-падре, ма-теус-чили-ру, и а ал-кумас фамилиас-португезас. Сеже, бенwиндо. Бен-виндо, пи-сос! Этот город такой странный, такой разный, он с одной стороны прям создан для пенсионеров, но и я тут просто с ума схожу, и главное, конечно, с ума сводит природа. Я отправляюсь исследовать этот город еще больше. Увидимся в следующих видео.